Здравствуйте! Это неделя Настоящее Время. Я Тимур Олевский. Далее в программе. Франция, Ницца. Поздний вечер 14 июля. День взятия Бастилии. Праздник, который должен был завершиться фейерверком над морской водой, превратился в день страха и скорби. 31-летний француз, выходец из Туниса за рулем грузовика, выехал в толпу людей на английской набережной и проехал еще почти 2 километра, сбивая и калеча всех на своем пути. Более 80 человек погибли, среди них люди из самых разных стран мира, и из Украины, и из России. Более 50 человек попали в больницу в критическом состоянии. По количеству жертв этот теракт можно сравнить со взрывом мощной бомбы, или даже нескольких бомб, или с авиакатастрофой. Но это не подрыв смертника, разрываемого на куски поясом шахида. И не теракт, выполненный бомбистом, который вдали от места поражения нажимает кнопку, приводящую в действие детонатор. Это атака человека, который видит глаза своих жертв, слышит их крики и не останавливается. Понять это, наверное, могут только психологи, но необходимо понять это нам всем. И постараться не привыкать, зажигать свечи и вывешивать скорбные символы в своих социальных сетях, в этот раз опять с французским флагом. А теперь к другим новостям. Россия накануне выборов. Единороссы высмеяли сотрудника детского дома, демократическая оппозиция выбирает националиста, кандидаты из партии «Яблоко» боятся за своих избирателей в Чечне. Партия молодых украинских политиков «Демократический альянс» пополнил их бывшими журналистами-расследователями, перешедшими из блока Петра Порошенко. А губернатор Михаил Саакашвили пытается создать свою партию. Чем отличаются их программы и идеология? Чужой пример не заразителен. Соседи разрушающейся дачи экс-главы погранслужбы Украины Николая Литвина строят новые дома на пляже под Одессой. Проверка общества на вшивость. Психолог отвечает тем, кто смеется над рассказами о пережитом сексуальном насилии. Россия готовится к выборам. В сентябре должна появиться новая дума седьмого созыва. В нее по федеральным спискам партии «Единая Россия» с большой долей вероятности попадет депутат Ирина Яровая, известная в частности как автор пакета скандальных законов. Они позволяют привлекать россиян к уголовной ответственности с 14 лет за призывы выйти на уличные акции протеста, сажать за недоносительство и привлекать за миссионерскую деятельность. Я, как и другие журналисты, обратил внимание на то, что Ирину Яровую, которая проработала в Думе уже несколько сроков подряд, никто не избирал. Свой мандат она получила сперва от губернатора, который отказался от места в парламенте, а потом и от премьера Дмитрия Медведева, выступающего лидером списка «Единой России» на прошлых выборах. Теперь она возглавляет список «Единой России» по Камчатскому краю. Законы, известные как антитеррористический пакет Яровой, заставляют, среди прочего, операторов сотовой связи вместе с провайдерами интернета полгода хранить всю информацию, переданную и полученную пользователями сети. Появился даже такой анекдот. «Алё, это ФСБ? Я случайно удалил файл с телефона, пришлите его мне, пожалуйста». Но кроме шуток и требований передать спецслужбе коды шифрования личной переписки пользователей, этот закон, по оценкам участников рынка, приведёт к увеличению абонентской платы за интернет в России в 2-3 раза. На этом фоне Россия готовится к выборам. Некоторые подробности этой кампании я вам сегодня расскажу. К примеру, председатель Генсовета «Единой России» Сергей Неверов приехал на молодёжный форум «Территория смыслов», организованный Федеральным агентством «Росмолодёжь». Там ему пришлось ответить на вопросы девушки из Красноярска, Яны Мамаевой. Видео этой встречи попало в сеть. «У меня два высших образования, два красных диплома. Я работаю 8 лет в детском доме. Спасибо. Я не пойму, где же я нагрешила, я не могу взять ипотеку. Скажите, как мне жить с такой зарплатой? И даже, и хорошо, что не дали, потому что ипотека будет выше, чем моя зарплата. Как мне жить? А можно я задам вопрос? А вы второе высшее образование получали платное? Да. А для чего? Потому что мне нужна была другая специальность. А первую специальность тогда вы как выбирали? По глупости, в 17 лет. Вот вы стоите, задаёте вопрос. У вас в руках шестое ФО, которое стоит 50 тысяч рублей. Его подарили мне за окончание красной, с красным дипломом его подарили мне мои друзья. Послушайте ответ. Понимаете? Послушайте ответ. Вы задали уже 10 раз вопрос. Давайте быть честными друг другу. Я тоже могу говорить, что мне тоже много всего подарили. Но когда мы задаём такие вопросы, давайте смотреть, что у нас в руках. Спасибо. Интересно, что первыми эту запись выложили сами сторонники Единой России. Ответ, во время которого Яну Мамаеву перебивает депутат ростовского ЗАГС Собрания Екатерина Стенякина, а они посчитали достойным отпором участнику форума, задавшему провокационный, по их мнению, вопрос. Ну а ростовский депутат совершенно не жалеет, что в ответ на вопрос об ипотеке указала девушке на то, что у неё есть айфон. Я сама депутат ЗАГС Собрания Ростовской области и постоянно общаюсь с молодыми ребятами, со старшеклассниками, студентами из самых обыкновенных семей. Айфоны для них большая редкость. Среди них есть те, кто спокойно платит ипотеку, но при этом не могут позволить себе дорогие гаджеты. И тут девушка задаёт вопрос, который не подразумевает ответа. Она ведь спросила, в чём её грех, если она со своей зарплатой не может позволить себе ипотеку. И при этом демонстрирует дорогую вещь. Тем временем оппозиционная демократическая партия Парнас провела свои праймерис и выдвинула лидера предвыборной гонки. Парнас возглавляет Михаил Касьянов. В ней состоит видный оппозиционный политик, соратник убитого Бориса Немцова Илья Яшин. Но на внутренних выборах победил человек, взгляды которого вам могут показаться удивительными. Вячеслав Мальцев из Саратова получает эпитеты «популист» и «националист». Так ли это решать вам? Моя коллега Ольга Яковлева встретилась с кандидатом. В отличие от Москвы, на малой родине Вячеслава Мальцева знают давно. Националист. Кумир молодёжи. Многолетний оппонент действующей власти. С определённого времени автор ежедневного блога «Артподготовка» с сотнями тысяч подписчиков. Даже сейчас, сблизившись с либеральным лагерем, Вячеслав Мальцев, тем не менее, либералом себя не считает. Я русский националист, это не скрываю. Однако, несмотря на свои взгляды, политик на данном этапе против присоединения Крыма к России. Хотя в своём блоге от 28 февраля 2014 года он буквально призывал российские власти воспользоваться украинским Майданом и начать собирать земли русские. Как их собрать? Для того, чтобы собрать, нужно прежде расколоть. Крым был русским, когда он был украинским. Это парадокс, да? А теперь он не русский, он путинский. Ещё недавно Вячеслав Мальцев говорил о масонском заговоре, разбирая государственную и партийную символику. В дебатах на федеральном канале предлагал внести в анкеты для членов Думы и правительства графу «Сексуальная ориентация». Заявлял о засилии геев в руководстве страны. Сегодня риторика кандидатов в депутаты стала мягче. Традиционного воспитания люди. И хотим очень часто от многих вещей оградить своих детей. Это принципиально ограждать своих детей, но это уже вопрос семьи. Понимаете, здесь вот государство в данном случае, мне кажется, не должно играть такую роль полиции нравов. Сам когда-то бывший участковый и директор детективного агентства, а позже вице-спикер Саратовской областной думы, в родном городе Вячеслав Мальцев, пожалуй, больше всего запомнился в начале 2000-х своей борьбой с тогдашним губернатором Дмитрием Аяцковым. «Когда я боролся с Аяцковым, я на самом деле работал на внимание только одного человека – Вова Путин. Мне нужно было его напугать, чтобы он снял Аяцков. Я добился этого, он слетел». У Дмитрия Аяцкова свое мнение насчет этой войны и личности Мальцева. Эта война оказалась не в пользу господина Мальцева. Но я должен сказать, Мальцев – талантливый человек. И то, что в провинции, в Саратове Парнас нашел Мальцева, это говорит о чем? Это говорит о слабости самого Парнаса. Значит, им потребовался такой политический авантюрист. Наверняка Парнас пообещал Мальцеву деньги. Но шума будет много, но результат будет нулевой. Самому Вячеславу всегда нравилось, что его зовут Саратовским Чагеварой. А периодически он вспыхивал на Саратовских политических небосклонах. Потом пропадало и второе место в списке, и все снова сполошились, что же Мальцев, что он такое придумал. Принято считать, что Владимир Владимирович Путин не любит московские хипстеры, высоколобные интеллектуалы. Мальцев, а учитывая распространение все более широкого интернета, нашел к ним путь через свой канал. Там все очень просто. Там популярно объяснять, если ты сегодня плохо поужинал, если у тебя во дворе грязь и лужи, если соседа всю ночь моет собак, то виноват один человек – В.В. Путин. Пожалуй, самым известным на сегодняшний момент выходцем из Саратова в сфере политического управления страной можно назвать тезку Мальцева Вячеслава Володина, заместителя руководителя администрации президента. Кстати, наш герой – пламенный борец с режимом, по-прежнему называет его своим другом. Жизнь такая странная штука, периодически, в общем-то, она сталкивает людей на разных этапах. И сейчас, я думаю, что тот самый этап наступил. В своем успехе Вячеслав Мальцев не сомневается. Вслед за земляками Александром Бородищевым и Николаем Чернышевским он пытается вписать себя в ряд российских революционеров. Ольга Яковлева, Григорий Гришин. Настоящее время. Саратов. Другая федеральная партия «Яблоко» сумела, вопреки традиции, собрать под свои знамена самых заметных демократов-оппозиционеров. Мы об этом уже говорили. Среди них и издатель газеты «Псковская губерния» Лев Шлозберг, и экс-лидер «Парнас» Владимир Рыжков, и депутат Дмитрий Гудков, ну и сам Григорий Явлинский. А в Чечне список партий возглавляет глава организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, которая долгие годы помогает беженцам из других стран и выходцам из самой Чечни. Однако агитировать в Северокавказскую республику она не поедет. И вот почему. «Во время митинга в поддержку Рамзана Кадырова я была названа одним из врагов чеченского народа. Мне хочется как-то защитить этот народ, который сейчас ужасно унижен. Мне хочется каким-то образом ему помочь. И я готова проводить какую-то кампанию, но вот так, как я это делаю сейчас, в интернете, в печати. Но подвергать опасности людей мне очень не хочется. Там и так достаточно проблемы». В Украине тоже полным ходом идет партстроительство. На этой неделе группа депутатов объявила о создании новой партии «Демократический альянс». В нее вошли молодые реформаторы, борцы с коррупцией Сергей Лещенко, Мустафан Аем, Оксана Залищук. Но в Раду они избирались от имени Блока Петра Порошенко. Как теперь сложатся отношения между ними и президентом? И зачем нужна еще одна партия реформаторов, если уже есть разрекламированная партия Михаила Саакашвили? К чему приведет такое дробление сил, выясняет моя коллега Юлия Дрозд. Пока не узнаваемые лица молодых энтузиастов-реформаторов. У партии «Демократический альянс» теперь новые известные лидеры. Бывшие журналисты-расследователи Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Мустафан Аем. Депутаты Еврооптимисты прошли в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко. По закону о выборах они могут войти в другую партию, но в парламенте оставаться в президентской фракции. И с фракцией, чтобы передать мандат какому-нибудь коррупционеру или куму президента, мы не собираемся. Для нас важно, что «Демократический альянс» – партия с историей – имеет свои как победы, так и поражения, имеет опыт борьбы с режимом Януковича. Мы сможем использовать лучшее, что в ней есть, и передать ей новой динамике. Свои политические амбиции депутаты теперь будут реализовать в обновленном Дем-Альянсе. Идеология партии пока не совсем понятна. Предмет нововведения реформ пока нет. Но есть принципы и цели. Мы строим по-другому. Мы строим политическую партию, где есть много пространства для коллективного лидерства. Партию, тотально независимую от олигархов, с полной прозрачностью и подотчетностью. Мы строим партию с внутренними демократическими процессами. Сменил партийный билет блока Петра Порошенко и другой депутат Виктор Чумак, также известный активной критикой президентской фракции. Теперь он руководит созданием, цитата, «абсолютно новой политической силы». В Украине нет политических партий. Это скорее олигархические проекты. Поэтому группа людей объединилась для создания новой партии, которая базировалась бы на нормальных европейских политических ценностях. Она будет представлять самые широкие интересы украинского народа, я бы сказал. Наверное, она будет представлять интересы того, чтобы зародить в Украине средний класс. Вместе с ним в новой партии Давид Сакваралидзе и Виталий Касько, бывшие заместители экс-генерального прокурора Виктора Шокина. Их имена аудитории уже известны. Оба вели резонансное дело так называемых бриллиантовых прокуроров, за что, по их словам, подверглись репрессиям со стороны тогдашнего генпрокурора. А в чем же интрига? В этой партии может появиться Михаил Сакашвили. Такую возможность признает сам Чумак. Движение за очищение, которое возглавлял одесский губернатор, давно искало политического оформления. Но в окружении самого Сакашвили о партийных планах пока молчат. Объединиться всем вместе, еврооптимистам, демальянцу и экс-прокурорам, не удалось из-за некоторых разногласий, которые они предпочитают не выносить на публику. Но об этом, кажется, никто не жалеет, ведь объединений хороших людей достаточно. По словам политологов, чтобы партия отличалась от более чем 300 других уже существующих, важно другое – идеология. А ее в украинской политике нет. Потому что нет запроса, нет необходимости у избирателя, нет у политиков готовности жить по четким идеологическим законам. Им гораздо проще быть в политической партии, которая за все хорошее против всего плохого. У нас идеология – это в лучшем случае борьба с коррупцией – это нормальное общественное состояние. Это не идеология. Но в украинских реалиях, когда бизнес и политика все еще неотделимы, борьба с коррупцией – пока главная декларация молодых реформаторов. Юлия Дроздас, Кольцерко, Настоящее время – неделя. А под Одессой, вдали от киевской политики, море разрушает дачу бывшего главы погранслужбы Украины Николая Литвина. Дом стоит прямо у воды, хотя закон предписывает строить в 100 метрах от береговой линии. Но ни этот документ, ни морской прибой не помешали по соседству подстроить целый жилой кооператив, против которого выступают местные жители и прокуратура. Кто и зачем стремится жить у воды, знает Всеволод Ананьев. Недостроенный особняк у кромки воды – собственность Николая Литвина. Это следует из данных госреестра и рассказов соседей. Литвин был главным пограничником Украины при беглом президенте Януковиче. Соседи охотно рассказывают об этом доме. Высокопоставленный чиновник начал строительство накануне революции достоинства. Он здесь не показывался, вся стройка остановилась, потому что просто потом и он был снят, и прочее запахло сильно жареным. Ещё недавно фасад упирался прямо в море. Людям приходилось обходить недострой по воде. Они часто подшучивали и над домом, и над его владельцем. Скорее всего, просто наблюдательный пункт погранвойск, замаскированный под его личную дачу. Сегодня никакие работы на объекте не ведутся. Два года дом стоит недостроенным, и жильцов лишь охранник. При виде телекамеры он спешно заходит в дом. А во время недавних штормов часть здания обрушилась. Но это не послужило уроком для других. На таком же расстоянии от моря, рядом с дачей Литвина, возводится кооператив «Добрые соседи». По украинским законам дачные домики должны находиться на расстоянии не менее 100 метров от воды. И хоть эта норма явно не соблюдается, представители кооператива убеждены в своей правоте. Когда отводили земельные участки, было 110 метров, сейчас море подошло. Это не наша вина. У нас есть абсолютно все документы, дергают людей. У нас там не суперолигархи живут. Другие дачники доброму соседству не рады. Они написали заявление в генпрокуратуру. Хотят, чтобы силовики проверили законность этих строений. Есть надежда, что сейчас там что-то в стране меняется. Может быть, кто-то обратит внимание на то, что происходит. Областная прокуратура уже обращалась в административный суд. По мнению обвинителей, районные власти незаконно изменили расстояние прибрежно-защитной полосы. Но суд посчитал иначе. Суд отказал нам удовлетворение иска, мотивируя тем, что при определении этой полосы райадминистрации не нарушаются интересы ни государства, ни сельских общин. Дача Литвина и соседние участки находятся в элитном курорте Каролина-Бугас. Голый участок без строений стоит сотни тысяч долларов. Чем ближе к воде, тем дороже. Всеволод Анани, в настоящее время, Одесская область. Сразу несколько публикаций на этой неделе подводят итоги настоящего времени, и мне хочется вам об этом рассказать. Одну из них написала Людмила Петрановская, психолог, которая сделала неутешительные выводы об флэш-мобе, я не боюсь сказать. Всю неделю пользователи сети, женщины и мужчины, делились своими тяжелыми воспоминаниями о пережитом сексуальном насилии. Среди них есть леденящие душу рассказы и истории приставания в транспорте, которые, судя по комментариям, из-за насилия-то у нас никто не считает. Но отдельно выделяется хор голосов тех, кто осуждает и высмеивает людей, решивших поделиться своей болью. Людмила Петрановская считает, что это такая проверка общества на вшивость, и общество ее пока не прошло. В историях из флэш-моба огромное количество примеров именно того, что никто не помог, а приехавшая, наконец, полиция не бросалась ловить насильника, а начинала давить на женщину, иногда прямо обвиняя, иногда унижая. Если бы это было не так, если бы женщины получали помощь от тех, от кого должны были бы получать от правоохранительных органов, от помогающих специалистов, от всего своего окружения, разве много нашлось бы желающих потрошить свои травмы в небезопасных условиях? Раз люди решаются на вскрытие нарыва в условиях, далеких от идеальных, значит, болит так сильно, что они готовы рискнуть. Значит, стерильных условий и профессиональной помощи просто нет в доступе. Если у людей в такой очевидной ситуации не срабатывает нравственное чутье, не думаю, что может быть интересно их мнение о судьбах Родины и мира. Вам предъявили болезненную гуманитарную проблему, позор нашего общества не меньше, чем позор детдомов. Боли поражения в правах миллионов ваших сограждан. Все, что вы увидели, наезд баб истеричек на мужиков ради лайков. Это уровень подворотни. Другая статья, которая звучит в унисон с первой, опубликована на сайте Карнеги Центра. Автор, публицист Андрей Архангельский, назвал эту статью «Дырка от этики» и объясняет, почему российская, украинская и любое другое постсоветское общество так легко возвращается в архаическую систему ценностей, стремится увидеть мир чернобелым. Почему мы всегда правы, а все вокруг плохие? И как в криминальной этике общество ищет защиту от травмы 90-х годов? Вот несколько цитат. Как только мы перестаем давать этическую оценку репрессиям, социальным экспериментам и миллионам их жертв, политическим действиям, любое прошлое превращается в механическое движение к нынешнему величию. Жертвы и палачи уравнены в правах. Все это было в итоге ради того же величия. В последние два года после 2014-го появился этический реверс – гибрид авторитарной этики и отрицательной. Когда удобно, работает советская этика – мы всегда правы. А когда нужно, включается отрицательное – все одинаково плохи. Если свести к силогизму, получится «мы всегда правы», потому что все остальные врут. На этой неделе вполне осязаемо появились и контуры новой реальности, которые вы можете не замечать, но игнорировать совсем скоро уже не получится. Тысячи людей по всему миру бегают по улицам своих городов с телефонами и размахивают руками не в попад. Все дело в новом приложении для смартфонов – Pokemon Go – игре с дополненной виртуальной реальностью, в которой надо ловить покемонов – выдуманных персонажей японского аниме. Покемоны видны только на экране телефона. Смотришь – обычная улица, а на экране по ней бежит покемон. Они прячутся в самых неподходящих местах. Мы с коллегами Катериной Кочкиной и Дарьей Кудрявцевой проверили. Оказывается, и вокруг нашей редакции тоже есть несколько покемонов. Поэтому я с вами прощаюсь и под недовольное ворчание с автором этой программы Виктора Кульганика пойду поймаю парочку. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!